Охоту на собак в черте города начали неизвестные отравители. В выходные в микрорайоне Щербинки отравлены собаки, которые жили около ипподрома. Вся пелёнка в крови, вот всё в крови. У всех собак из носа кровотечения и из этой спасти. Мы считаем, что их отравили, скорее всего, крысиным ядом. От крысиного яда собака тоже не твердеет и идёт кровоизлияние. Собаки жили на ипподроме в Щербинках, обнаружили где-то в 10 утра. Возле мусорных баков соседка, которая проходила мимо, ещё в 9 утра, она сказала, что одна из собак рыжая, вот эта вот собака, она поднимала голову. Скинули просто ужасную фотографию, где было видно, что 4 собаки лежали у нас вот здесь около мусорки. То есть, грубо говоря, прямо на дороге. То есть, ни в мусорке, ни около мусорки. Прямо на дороге лежали 4 трупа. Когда я сюда приехала, собаки лежали в этом контейнере. И благодаря вот неравнодушным людей они вытащили, положили нам сюда, вызвали сразу сотрудников полиции. У собак до этого было, то есть, прям чётко видно провод в зубах был. То есть, такое ощущение, ну, как будто хотели сымитировать, что якобы убило током. Выяснилось, что собаки в крови, что у собак пена изо рта, что при там электрическом каком-то ожоге нет там опалённой шерсти. То есть, однозначно собак либо убили, либо отравили, либо отравили, потом добили. Я считаю, что это сделали либо докхантеры, накормили, положили возле помойки, они же вон, везде еда раскинута. Вот, собаки поели, прилегли и начали вот как раз у них вот эти вот приступы. Это жестоко, это собаки, тем более, с бирками, стерилизованные. А агрессоров стерилизованных собак не выпускают. Что это просто жестокие люди, которые вот избавляются от численности вот таким образом животных. Есть много историй, да, где животные попадали, нападали на людей, на детей. Я всё это прекрасно понимаю. Но, блин, это жестоко. Это жестоко выбрасывать на всеобщее обозрение при детях. В том году около школы плевали вот эти хантеры. И много собак погибло. Они плевают, он лижет, и тут же умирает. Эта собака у меня очень дорогая. Я за неё сам буду ловить. Охота на дворовых собак всегда была, всегда есть. И, к сожалению, наверняка будет. То есть люди, как они считают, наверняка находят для себя самый простой способ не разбираться, никого не вызывать, ничего не выяснять. Для них проще отравить, убить и просто выбросить на помойку. Зоозащитники, конечно, обратились в полицию, но шансов найти отравителей в подобных случаях крайне мало.